Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои телезрители! Здравствуйте, дорогие мои друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы» с вами снова я, Ольга Бабаянс. Вторник, вечер. События развиваются таким образом, что я, наверное, никогда бы не предположила, что наша Украина может попасть в такую халепу, как говорят на украинском языке. И первые строки, которые приходят сейчас на ум, это «Господи, помоги, помоги нам иметь мир, потому что страшно, когда живешь в цивилизованном мире, мир, который уже насчитывает, уже идет третье тысячелетие, почему же мы ничему не учимся, почему мы не научились понимать друг друга, любить друг друга и не желать друг другу добра». И слова Булата Акуджавы, замечательного поэта, наверное, это то основное, что я бы хотела сейчас поднести для того, чтобы, может быть, дать надежду. Вы знаете, даже очень трудно говорить. Сегодня очень тяжело мне было вообще предположить, что я выйду в эфир, потому что настроение некудышное. Давайте будем улучшать наше настроение. «В земные страсти вовлеченный я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и прокричит «Спасения нет!», но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть. Грядущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть. И мне хочется, чтобы эти слова были пророческими, потому что через все неприятности, через все несчастья всё-таки человек должен находить правильный путь и выбирать правильный путь и свою линию жизни. К сожалению, мой спикер, который должен был быть у меня сегодня в гостях, он не смог прийти, потому что он уехал в командировку. И я отложила нашу передачу, которую мы планировали о хлебе, об органическом хлебе, в общем-то то, что составляет нашу продовольственную безопасность, и отложила её на следующий вторник. Так что ждите нас на следующей неделе с такой замечательной передачей, которая тоже дарит добро. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о другом продукте. Если вы сейчас внимательно бросите взгляд на наш столик, вы увидите продукты, продукт, который тоже — это злак. В общем-то, злак. В общем-то, очень интересный продукт. И давайте-ка мы поговорим, что же это такое. Телефон студии 737-7310. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы по ходу передачи. Всемирная организация продовольствия, обеспечения продовольствия, предсказывает, что уже через несколько лет 8 миллиардов землян придётся кормить в два раза большим количеством зерновых культур, чем сейчас производится на земном шаре. И это очень страшно. А знаете, почему страшно? Потому что производить хлебные злаки становится всё сложнее. Усугубление климатических условий, передел мира, как мы сейчас видим, приводит к тому, что не всё так благостно и не всё так легко завоёвывается на земле продовольствие. А ведь продовольственная безопасность — это то, что составляет, в общем-то, жизнь в будущем. И если вы помните, мы в прошлых наших передачах очень много говорили о пшенице, о ячмене. Но есть три культуры, которые являются определяющими в мире. Три культуры, по которым можно определить благополучие планеты, благоголучие и содержание вообще планеты. Помните строки? «В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод — название ему. Огромному количеству землян каждый день угрожает голод. Для того, чтобы голода не было, должны работать аграрии, должны производить продукцию. И основная продукция — всё-таки злаки. Хлеб. У каждого народа хлеб свой. Каждый народ выбирает хлеб для себя под свои вкусы, под свою необходимость, потому что в разных условиях люди живут. Если это северные регионы, если это тяжёлые условия проживания, потому что там длительные периоды морозов, это будет пшеница, рожь. Если же это жаркие страны, где основной вопрос — это инфицированность продуктов, которые мешают и которые уничтожают огромное количество людей, совсем другой подход — это совсем другое зерно. Так вот, три культуры — кукуруза, рис и пшеница — ежегодно конкурируют за первенство. Какая культура важнее? Наверное, наши страны, славяне, ближние зарубежья наши, сразу определят, для нас основной культурой является пшеница. А вот для основной части мира всё-таки большее количество людей, которые определяют первоочередную культуру — это рис. Давайте-ка мы посмотрим, что такое рис, где он произрастает. Давайте-ка глянем сюжет. Рис — найбільш розповсюдженный продукт харчувания в свете. Люди надзвичайно полюбляють его. Иснует больше 80 тысяч сортов риса. Уперше его выросли 10 тысяч лет назад в Китае. На сегодня это незатребованнейший злак у света. Рис вырослется на всех континентах света, кроме Антарктиды, как в малих, так и в величезных господарствах. Его вырослить дребные фермеры для собственного споживания и высокотехнологичные фермерские господарства, которые продают его по всему свету. В Азии на большинстве из 200 миллионов рисовых ферм и до сих используют старовинные методы. Вот такой маленький сюжет. Действительно, в мире выращивают рис огромное количество стран и на нескольких континентах выращивается рис, как основная культура. Действительно, рис — это та культура, которая способна накормить весь мир. Но если мы разберемся, какой бывает рис, вы, когда заходите в супермаркет, вы ищете, как вы выбираете рис, как вы выбираете ту или иную крупу. Наверное, заглянете в пакетик, посмотрите, какую он форму имеет, для каких целей, какие цели преследует. И первое правило, я хочу вам тоже секрет такой один дать. Индийское направление и египетское направление. Индийское и египетское. Если мы говорим рис азиатский, допустим, условно, там индийский, китайский, это будет рис длиннозерный. Мы потом с вами посмотрим длиннозерный рис. Если же рис египетский или европейский, это рис круглозерный. У нас в стране рис выращивается тоже достаточно много. И, в принципе, Украина настолько богатая своими землями, разнообразием земель страна, которая может выращивать риса, полностью обеспечивая себя. Как бы годовую программу риса Украина могла бы получать. И аграрии к этому стремятся, аграрии готовы к этому. И посмотрите, вот это рис. Вот он настоящий. Вот каким образом он выглядит. Видите, наверное, если бы я сейчас не назвала, что это рис, вы бы не догадались, что это такое. Вы думали, какая-то метелка непонятных зерен, непонятно, как выглядишь. Ну, в общем-то, очень симпатичная метелочка. Но это рис, который уже претерпел селекцию. То есть это рис, который отселектирован. Я могу вам показать. Посмотрите, вот это рис неочищенный. Рис, который растет в поле. Просто в рисовых чеках. А вот такой рис, то, что мы называем. Знаете, вот как говорят, какой у вас рис? Килийский. Так? Килийский рис. Вот он такой, круглозерный, очень симпатичный, очень чистенький, очень хороший. Я могу вам сказать, что вы смело можете покупать такой рис, если вы спрашиваете, рис килийский, или рис отечественного производства, или зарубежный, я всегда отдаю предпочтение нашему отечественному рису. А знаете почему? Потому что количество пестицидов на метр квадратной площади риса по нашим технологиям значительно меньше, чем тот же самый китайский, прагбайский или индийский рис. Технологии разные. А вот этот рис, я вас уверяю, из вас никто не видел. Если, конечно, человек не связан с сельским хозяйством или с коллекционными какими-то понятиями. Это рис дикий. Самый полезный, самый замечательный рис. А чем же он хорош? А он хорош тем, что в общем-то в нем содержится, кроме белка, кроме углеводов, кроме небольшого количества жира, крахмалистых веществ, здесь содержится огромное количество микроэлементов и того, что именно содержит ценность или питательность риса. Из такого риса дикого селекционеры научились получать методом скрещивания, методом генетических модификаций каких-то различных. Селекционеры научились получать новые сорта. И основная задача для того, чтобы накормить рисом мир у селекционеров, знаете какая? Она очень серьезная. Это научиться приспособить рис произрастать на сосоленных почвах, на территориях, где другие культуры не могут выращиваться. С одной стороны рис – прихотливая культура, с другой стороны рис – замечательная культура, потому что, в общем-то, с другой стороны, достаточно легко выращивать его. Надо только знать, уметь и хотеть. Вообще-то, если мы будем брать пищевую ценность риса, продукта, если мы будем сравнивать разные формы риса, конечно, если мы смотрим на такой рис, посмотрите, я вам показывала уже круглозерный рис. Здесь у нас есть, это индийский вариант, вот такой рис, длиннозерный, его у нас на территории Украины очень трудно выращивать, потому что совсем другие условия нужны. Тут нужны условия и суходола. Не обязательно, вы, наверное, слышали, что такое рисовые чеки. Рисовые чеки, вы тоже потом посмотрите, это, в общем-то, такая большая лужа, в которой стоят злаковые растения, и потом образуются метеолки, и этот рис мы потом потребляем. Так вот, длиннозерный рис, он тоже, видите, белый. И когда мы говорим, что рис – это культура очень полезная, наверное, и тот, кто задумывался и начинал выращивать рис, никогда не предполагал, что мы будем нещадно снимать с этого риса шелуху. То самое ценное, что составляет, в общем-то, и биологическую ценность этого продукта. А вот теперь обратите внимание на вот этот продукт. Вот это называется нешлифованный рис. Вот с этого все начиналось. Вы знаете, что рис обнаруживали даже в гробницах фараонов? Почему? Потому что этот продукт существовал еще в те далекие времена. Рис можно было накормить семью, десятью зернышками риса. Рис замачивался, он настаивался. Вода, в которой вымачивался рис, тоже была целебной, ею лечились. Последние исследования уже ученых-медиков показали, что употребляя пищу, вместо как пищу, вот такой вот рис нешлифованный, очень часто болезни отступают. И самое главное, болезни отступают те, которые связаны с недостатком витаминов, недостатком микроэлементов в пище. А какие микроэлементы? Вы, наверное, если вспомните уроки биологии, какие очень серьезные... Что такое витамины? Витамины — это вещества, которые дают возможность, как катализаторы действуют в организме. В общем-то, витамин — это смерть и жизнь, получается, в переводе с латинского. Но это те вещества, которые дают возможность нормального пищеварения, которые расщепляют пищу определенным образом. Витамины, они очень мало их количества нужны для организма, однако они определяющие в здоровье человека. Так вот, именно такой рис нешлифованный, он является целебным или лечебным продуктом. Я забежала по дороге в супермаркет, я хотела вам, в общем-то, продемонстрировать разные формы риса. Я не нашла, на удивление, я не нашла ни черный рис, ни коричневый. А это тот рис, который, вот, парадоксы, в мире он ценится на вес золота, а у нас его не знают. И когда на поле рисовом мы вдруг видим среди нормальных метеолог чернозерные или краснозерные колосья, мы этот рис отбраковываем потом, потому что по нашим стандартам украинским рис должен быть белым, рис должен быть шлифованным. Я думаю, что чем дальше человечество будет заходить в сторону органического питания, понимать, что наша пища — это наше здоровье, и есть то, что мы едим, наверное, тогда мы научимся выбирать рис. Я очень хочу, чтобы вы сейчас посмотрели небольшой сюжетик. Будьте добры нам сюжет. Видите, вот таким образом у нас произрастает. Вот такой он симпатичный рис. Посмотрите, это разные формы риса. А это поле. Вот это наше поле, на котором мы проводим исследования свои. Тоже там маленький кусочек такой. И, видите, тут перемешается уже с готовой продукцией, с готовым рисом. Потому что рис — очень высокоурожайная культура. Рис — необходимая культура для всего человечества. И урожай риса значительно превышает урожай пшеницы. Но для риса надо определенные технологии. Рис можно выращивать в таких вот чеках в воде. Рис можно выращивать на суходоле. Вы сейчас как раз видите рисовые чеки. Это не наше уже, это индийский рис. Видите, китайский рис, индонезийский. Вот все страны происхождения, где можно посмотреть, как выращивается рис, где можно получить этот рис. Китайцы не зря такие крепкие, сильные. В своем рационе у них обязательно присутствует рис. А некоторые страны вообще не знают, что такое пшеница. Для них пшеница — это яд, потому что не усваивается белок, тот же самый глютен, не усваивается организмом азиатов в основном. Потому для азиата остаться без риса — это все равно, что остаться без корма. Рис, кроме всего прочего, надо еще научиться готовить. Надо понимать, что с рисом надо делать для того, чтобы не оставаться голодным. Рис, может быть, количество... Кстати, хочу вас предостеречь, что в последнее время, ну, понимаете, когда нет определенной санитарно-эпидемиологической службы, нормально развитой и не коррумпированной, тогда, конечно, и получается, что огромное количество фальсифицированных продуктов. И для меня было когда-то откровениями, еще лет 7-8 тому назад было достаточно серьезным откровением, что существует не просто фальсифицированный рис, а рис, который получают из муки, из остатков. То есть шлифуют рис, готовят его на определенных машинах, все. Это получается рис первого сорта, из которого, в общем-то, получается нормальный продукт. Не могу сказать, что чрезвычайно полезный и хороший по своему витаминному составу, но, во всяком случае, он неплох, он полезен для того, чтобы насытить организм, дать ему определенное количество энергии. Но когда я увидела, как производится фальсифицированный рис, не дай вам Бог попасться на него, когда-нибудь мы, наверное, пройдемся с вами по супермаркетам, мы сделаем такую небольшую передачу, экскурсионную, и мы посмотрим, насколько сейчас насыщен рынок, каким качественным, некачественным рисом, насколько он хорош и как, в общем-то, можно его использовать. Я хочу вам дать один маленький рецепт. Вот если мы берем рацион на неделю и составим его из круп, все-таки я опять напоминаю, что сейчас у нас пост, великий пост, это время очищения, время качественной, продукции. И именно в это время мы можем научиться создавать свой рацион питания, полезный, удобный для нас, из постных продуктов. И в ряду самых полезных и самых хороших продуктов всегда будут стоять злаковые культуры. Основной злак, еще раз повторюсь, это рис. Для того, чтобы качественно и полноценно питаться, вам достаточно два раза в неделю использовать собственно вот эту крупу. Ну, продуктов, конечно, можно привести огромное количество. Но вот в Индии, вы знаете, что страна Индия отличается чем? Разнообразием пряностей в использовании в кулинарии. А зачем пряности существуют? А пряности существуют для того, чтобы сделать пищу безопасной. Если бы на минутку представить и забрать у индусов пряности, наверное, через месяц вымерла бы половина населения. Потому что настолько высока инфекционность всего, что можно съесть, что нормальный человек, конечно, с этим очень часто не справляется. Поэтому существуют определенные такие рецепты, когда мы рис обязательно одеваем в какие-то пряности. Так вот, для жителей Индии самая основная пряность, которая очень хорошо сочетается с рисом, это куркума. Или еще называется индийский шафран. Это такой ярко-желтый порошок. Либо же, ну, так она в корнях, в виде, очень напоминает имбирь, только очень яркого, такого оранжевого цвета. А вот, когда в порошке куркума находится, она имеет слегка пряный вкус, но есть одна особенность. Во-первых, обнаружены онкопротекторные свойства куркумы, а во-вторых, в сочетании с рисом куркума дезинфицирует все, что попадает в наш рот, потом пищевод и в желудочно-кишечный тракт. И это правда. Потому рис и куркума очень сочетаемые продукты. А вот если дать вам рецепт самого настоящего риса, я не знаю, читали ли вы когда-нибудь замечательную книгу о здоровой и вкусной пище Похлебкина. Но давайте я вам сейчас продиктую рецепт, а к следующей передаче, когда попробуете такой рис, вы потом прозвонитесь и скажете, действительно отличался этот рис от ранее вами известного. Запоминайте рецепт и записывайте. Я буду говорить медленно. Для того, чтобы получить настоящий рассыпчатый рис, вам необходимо взять два стакана риса. Рис промывается в пяти водах как минимум. Сначала идет снятие всякой грязи поверхностной, затем еще четыре воды и пятая вода должна быть либо прошедшая через фильтр, в общем, должна быть хорошая очищенная вода. Промытый и подсушенный просто на дуршлаге рис вы опускаете в три стакана кипятку, то есть у вас закипает три стакана кипятку и два стакана риса, который уже чистый, который уже подсушенный, вы его добавляете в эту кипящую воду. Затем вы закрываете крышку, теперь будьте внимательны. На сильном огне крышку вы не будете открывать ровно 24 минуты. Рис закипает ровно три минуты на высоком огне, затем семь минут на среднем огне, две минуты на очень слабом. После этого рис выключается, кастрюлечка снимается с огня и ровно 12 минут еще рис находится под крышкой. А вот потом самое главное, вы этот рис открываете, добавляете соль, добавляете сливочное масло, масло можете не жалеть, если это натуральное сливочное масло, вы помните принцип, кашу маслом не испортишь, потому смело добавляйте хорошее качественное сливочное масло, хорошенечко размешайте, очень до однородной массы, рис у вас будет рассыпчатый, он будет просто у вас распадаться на каждую рисинку, закрываете крышкой, он будет очень горячим, хорошим, и подаваете к столу. А если к этому рису, вот такому замечательно вкусному, приготовленному правильно, вы добавите еще и вкусно приготовленные грибы, выращенные в искусственно создаваемых условиях, пусть будут шампиньоны, если вы любите шампиньоны, пусть это будут вешенки, пусть это будут шиитаки, приготовьте вкусный соус и полейте грибы, полейте рис грибами, вы получите максимум удовольствия, потому что это действительно вкусно, и это очень полезно. Если у вас есть проблемы с пищеварением, какой мы рецепт очень часто употребляем? мы берем две столовые ложки риса, замачиваем, держим очень долго, очень долго в воде, меняем воды, получаем пустую оболочку и думаем, что мы лечимся. Я не сторонник таких рецептов, я бы вам рекомендовала, если у вас проблемы с пищеварением, покупайте нешлифованный рис. Во-первых, рис обладает, вот там ферменты, там витамины, там польза, там энергия, это энергетический продукт. Если вы берете нешлифованный рис, вы бы должны промыть в пяти водах, это замечательное и обязательное правило для риса, затем вы берете, его запариваете, но если это нешлифованный рис, вы на стакан риса должны взять всего стакан воды, тут другое соотношение, и оставляете его настаиваться в течение ночи, а утром вы уже немножечко его подвариваете, не давая очень распускаться этому рису, и все, добавляете немножко оливкового масла, и вы получаете вот такой легкий кашу-не кашу, салат-не салат, но в общем-то продукт, который помогает вашему организму и старается сделать вас здоровыми. Какой бы я рис еще вам рекомендовала для вашего питания? Конечно же, черно-зерный рис и красно-зерный рис. Красно-зерный рис рекомендуется, вообще-то, считается даже, в последнее время обнаружено такое свойство красно-зерного риса и черно-зерного риса. Там антанциановые красители, краска антанциановая есть, естественная, природная. Эта краска, она дает тоже такой определенный онкостатический эффект. Его можно применять, этот рис, для как бы не лечения основного, а дополнительного лечения при сердечно-сосудистых заболеваниях очень хорошо влияет на работу сердечной мышцы. Поэтому пробуйте рис, используйте его в своем питании и будьте здоровы. Во всяком случае, без этого просто нельзя обходиться. Чтобы еще такое вам интересное о рисе рассказать, давайте-ка мы еще раз посмотрим, еще один сюжет глянем, он небольшой и интересный. Вот как раз, вот посмотрите, вот это выращивается, это только вот такие вот террасы, видите, вот таким образом выращивается рис. Это очень интересные технологии, и именно вот там, на этих террасах, видите, как здорово, вот это все рис, на этих террасах произрастает самый-самый полезный рис. Я, как специалист в области защиты растений, всегда очень ревностно отношусь. Посмотрите, вот такое поле замечательное тоже. Вот рис вот так произрастает, вот такими интересными. Видите, одеваешь резиновые сапоги и идешь по этому полю, а потом представляешь себе, сколько хлеба, потому что рис это же тоже хлеб, потому что сколько хлеба вырастает на нашей земле. И как важно, чтобы хлеб произрастал на земле хороших людей. посмотрите, посмотрите, какие красивые, какие красивые поля и какой замечательный рис. Вот этим зерном действительно можно накормить весь мир. Но только люди должны этого хотеть, чтобы это был хороший полезный продукт. Ученые, конечно, стремятся к тому, чтобы на стол к уже потребителям конечному попадали самые качественные продукты. Мы можем говорить еще о технологиях, селекционных технологиях. Я удивляюсь, почему не было вопросов про генномодифицированный рис. Правильно, не генетический, а генномодифицированный рис. Могу вам сказать, что такой рис уже получен. Он селектирован в Германии фирмой Bayer. И этот рис приспособлен для выращивания именно на засоленных почвах. Рис, который даже там в таких условиях может давать урожай. Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы вы понимали, что для того, чтобы мы действительно могли потреблять хорошую качественную продукцию, нам нужен мир. Нам нужен мир, нам нужно понимание друг друга. Тогда мы будем действительно самодостаточны, и тогда планета наша будет иметь будущего. Я хочу вам пожелать мира и добра на целую неделю. Смотрите передачи, вспоминайте, и пусть надежда будет с вами. Я очень хочу нашу передачу сегодняшнюю закончить словами великой украинской поэтессы Ліны Костенко. Важные слова, пророческие слова. И кто подоград не подоград хори ліна и тихо ліна Субтитры подогнал «Симон»!